Особое мнение Тоже можно написать вопросы И онлайн-трансляция ведется Через мобильное приложение Перископ Наш юзернейм Дмитрий, вчера вечером Пришла новость о создании в России Национальной гвардии Она будет работать В тесном контакте с МВД Будет исполнять функции Подразделения ОМОН, СОБР Песков пресс-секретарь Пресс-секретарь Владимира Путина Наконец-то заявила о том Что в частности эти подразделения Будут привлекаться к работе на акциях протеста Зачем создают Национальную гвардию? Прежде всего, Национальная гвардия Создается на базе внутренних войск И это основной костяк, который туда войдет В принципе, идея Национальной гвардии Это уже третья инкарнация, по-моему, в нашей стране Первая была еще при Борисе Николаевиче Ельцине И тогда проект Национальной гвардии Возглавлял вице-президент Александр Рудской И в связи с его скоропостижным выходом Из большой политики проект был закрыт Уже тогда говорилось, что Национальная гвардия Должна быть отдельным институтом В нашей стране Ну и, в принципе, строилась она По аналогу Национальной гвардии В западных странах Тогда, в общем, вся структура нашей власти Пыталась копировать то, что существует на Западе В частности, у нас появилась должность госсекретаря Если мы это помним Достаточно быстро потом ликвидированная Второй раз про Национальную гвардию заговорили С возможностью возрождения казачества И предполагалось, что на базе казачества Будет создана структура Национальной гвардии Но от этой идеи, видимо, отказались Из-за того, что структурировать казачество Получается достаточно трудно И уж превратить ее в постоянную службу С государственным финансированием Еще сложнее Это третий подход Я думаю, что и сейчас Речь идет о том, что вообще система МВД Реформируется крупнейшим образом Ликвидируются две федеральные службы Это миграционная служба И федеральная служба по незаконному обороту наркотиков Они вливаются в структуру МВД Видимо, в этой ситуации МВД оказалось бы совсем уж перегружено Если бы все эти структуры оказались внутри одного ведомства Поэтому из нее внутренние войска ОМОН, СОБР, охрана частных объектов Все это выделяется в структуру Национальной гвардии Лабириатом переходит под контроль президента Непосредственно прямой Да, конечно Мы понимаем, что доверенное лицо президента Все это будет возглавлять И это непосредственно то, что Та структура, которая будет стоять на страже интересов И нынешней власти, и конституционного строя И вертикали, образованной в нашей стране То, что это будет называться Национальной гвардией Ну, просто хорошее название придумали Все это могло называться внутренними войсками Ничего бы от этого не изменилось Но мы видим, на Украине создали Национальную гвардию У нас создали Национальную гвардию В принципе, использование красивого бренда Для того, чтобы старым структурам Придать новую огласку Ну, так же, как милицию переименовали в полицию От этого лучше работать стали или нет? Давайте с вами посмотрим, что происходит на улицах Ну, когда президент имеет контроль над такой службой И непосредственно, и когда говорится о том Что эта служба будет использоваться В частности, для работы на акциях протеста Впереди 2018 год Выборы президента Я думаю, опять же, это самоуспокоение Ну, какая разница Те же самые структуры Самоуспокоение для кого? Для Путина? Для власти, для Путина, для власти, да Ну, какая разница Через Колокольцево бы внутренние войска выходили на разгон митингов Если нужно будет разгонять митинги Или они будут выходить через Золотова Какая разница Эти люди полностью подчинены Путину Они полностью будут слушать его приказы Они готовы выполнять те распоряжения Которые с Кремля им будут поступать В данной ситуации создали отдельную структуру Ее заново назвали Ребрендинг произвели Новый имидж попытались придать Ну, вроде как, хорошо такое самоуспокоение Мы реформу провели, стало лучше Хорошо, а фигура самого руководителя Национальной гвардии нового подразделения Который возглавлял в последнее время внутренние войска Господин Золотов Это очень близкий президенту человек Чуть ли не телохранитель, охранник его Этот же человек Золотов был связан с Романом Цеплом Которого называют криминальным авторитетом Этот человек занимался охраной Собчака у Ельцина Почему он возглавил эту структуру? Мы же понимаем, что Золотова достаточно давно продвигали наверх Достаточно давно, последние несколько лет Продвигали на самый верх структур безопасности нашей страны Ему прочили одно место, другое, третье Вот сейчас для него нашли такое Путин вообще продвигает людей, близких к нему На руководящей должности Да, скамейка запасных не такая большая И люди продвигаются по принципу личной преданности, личной доверенности Золотова он доверяет, он его знает несколько десятков лет И в этом отношении человек, который не предаст в последнюю минуту А насколько Золотов сможет выполнять те функции, которые на него будут возложены? Ну, это покажет время, сможет он выполнять или нет Судя по его послужному списку, сможет, потому что решал он сложно Он говорит, что его продвигают А справится ли он с задачей? Ну, мы еще задачу не знаем, понимаете? Если мы гипотетически будем говорить о задаче, как о предотвращении революции в 1917 году То справился Дурново с предотвращением революции Хотя предупреждал о ее возможности сто лет назад Нет, не справился То же самое и в данной ситуации Стараться он будет, а что будет ему противостоять, мы не знаем Если все будет идти так, как идет сейчас То, в общем, все будет спокойно, ничего страшного не произойдет Тогда, конечно, справится Если будут серьезные потрясения, вопрос, насколько они будут серьезные Я сейчас так подумал, а не послужило ли к развитию этих событий Национальная гвардия раскрытие Панамского архива Мы говорим о том, что в этом архиве упоминаются крупные предприниматели Компании российские, аффилированные с президентом Напрямую им президент там не упоминается И все же, раскрытие Панамского архива Каковы могут быть последствия? Ну, смотрите, наверняка это никак не связано друг с другом Одно и второе, да? Потому что про Национальную гвардию Распоряжения готовились достаточно давно Это серьезные документы Может быть, это ускорило? Не, я не думаю Но за три дня их подготовить не могли А вот ускорило, хотели их выпустить 16 апреля или 6 апреля Вот на Панамское дело это не повлияло никак И с точки зрения работы Национальной гвардии Эти 10 дней там или 20 дней Ничего бы не решили Поэтому одна задача и одна проблема решалась своей колеей И вторая возникла в параллельной плоскости А Панамское дело, на мой взгляд, для нашей страны Имеет гораздо меньшее значение Чем, предположим, для малых стран Европы Где все-все знают Где каждый привык считать свою копейку Где каждый волнуется за бюджет страны Ну, а нашим гражданам, мне кажется Что вопрос, куда пошли миллионы Роснефти Глубоко безразличен Вот наша страна, наши граждане Не знают, куда идут миллионы Роснефти Они идут в карманы менеджеров Которые в условиях кризиса увеличивают себе зарплату вдвое Она у них исчисляется в долларах Поэтому при падении рубля в два раза Зарплата также увеличивается в два раза Во всей стране даже номинальная зарплата в рублях Или остается прежней, или сокращается Ну, там она увеличивается Это кого-то испугало в нашей стране? Нет Роснефть увеличивает накладные расходы На содержание своих объектов На содержание инфраструктуры Это кого-то волнует? Нет Нет, ну, Роснефть в какие-то странные компании Перечисляет часть своих средств по странным договорам Это, опять же, кого-то будет волновать? Абсолютно никого это волновать не будет А то, что связано это с именем президента Не связано это с именем президента Мне кажется, это уже такие вторичные, третичные разговоры Которые тут могут появиться Не считаете ли это? Сейчас, опять же, можно предположить такую конспирологическую теорию Любая страна Соединенные Штаты Англия Израиль Имеет свои негласные фонды И ЦРУ И МИ-6 И МОСАД Имеют средства На которые проводят свои операции За рубежом, внутри своей страны Поддерживая разные структуры И эти фонды как-то наполняются Явно, что они наполняются негласным образом Явно, что они наполняются за счет каких-то странных операций Которые, в общем, можно поймать, можно не поймать Ну, предположим, что один из таких фондов Который создается в нашей стране Сейчас раскрыли Ну, раскрыли, как он наполняется Вот хуже от этого никому не будет Кроме тех, кто этот фонд наполнял Потому что их, видимо, поругают за плохую работу За плохую конспирацию Для Запада это не нонсенс Что у нас существуют теневые структуры Финансируемые различные наши операции Различные наши действия Предположить, что это деньги были спрятаны для того Чтобы в той жизни президент или его окружение Могли ими воспользоваться Мне трудно представить Ну, подождите, речь же идет не о спецслужбах в данном случае А о конкретных людях, бенефицарах Депутатах Государственной Думы, чиновниках Нет, смотрите, вот это опять же разделение, мне кажется Депутаты Государственной Думы Люди, которые нарушают закон о государственной службе Люди, которые нарушают закон о том, что им запрещено иметь фонды за рубежом Вот их ловят, и это без сомнения идет на пользу нашей стране Потому что президент сказал, да Вам запрещено этим заниматься Давайте вас ловить Вот их начали ловить И то, что их вылавливают там Будет способствовать тому, что депутаты Государственной Думы Крупные чиновники начнут средства переводить обратно в нашу страну В общем, чего и добивается руководство нашей страны Вот вам запрещено это делать Если вы согласились с тем, что вы госслужащий Если вы согласились с тем, что вы руководитель администрации одного из регионов Что вы депутат Государственной Думы Что вы там председатель комитета, замминистра Вы должны эту деятельность прекратить Если у наших служб не доходят руки Или они просто не могут что-то раскрыть Не могут вас поймать Вот, нашим помогли Вас поймали Возвращайте сюда Всем остальным это хороший сигнал Нужно возвращать быстрее, пока не появятся какие-то новые раскрытые дела А то, что касается связи с высшим руководством Я про это говорил Вот здесь, на мой взгляд, весьма сомнительно Что кто-то из них реально эти деньги хочет получить себе в карман Вот им это совершенно не нужно Но, тем не менее, вызывает же подозрение господин Ралдугин Музыкант, да, казалось бы Музыкант сам признавался, что он не имеет способности предпринимательские Ну, примерно про него я и говорил Мы через Ралдугина выводили деньги за рубеж для того, чтобы что-то на них финансировать Вы же тоже не считаете, что Ралдугин это кошелек Путина За счет которого он потом ходит в ресторан На ком Путина называют другого совершенно человека И все-таки, если имя Владимира Путина не упомянуто в этом Панамском архиве Хотя, кто знает, есть еще и вторая часть, которую обещают огласить Да потом будет и третья, и четвертая Это значит, что этого имени действительно ли? Нет Или это значит, что имя президента намеренно не называется Ну, вследствие того, что они хотят портить сейчас отношения Да, есть какие-то другие интересы сотрудничества с Россией сейчас? Нет, я думаю, что если бы оно было напрямую, его бы назвали Но напрямую его там нет, все остальное это домыслы и рассуждения Ему эти деньги принадлежат, для него это выводится Для каких-то операций, для каких-то других людей Совершенно неважно Там упоминаются имена руководителей целого ряда стран И никого это не пугает В этом отношении я не думаю, что для Путина сделали специальную преференцию И его имя там маркером вымарали из-за тех документов, которые там были Поэтому его имени там нет, его имени там не присутствуют Связи с ним напрямую не обнаружены Все остальное можно фантазировать Смотрите, когда в панамских архивах нашли имя премьер-министра Исландии Ведь тысячи людей вышли на акцию протеста Премьер-министр Исландии вынужден был подать в отставку В России, в Москве вышло несколько человек, и в Петербурге вышло несколько человек Я об этом и говорил, что в России совершенно неважно Вот чего делает Роснефть, какие там деньги куда пошли Исландия маленькое государство, недавно пережившее крупнейшее финансовое потрясение Исландия была сплочена идеей, что они все вместе, как один народ И премьер, и население, противостоят международной финансовой системе Они друг другу доверяли Мы одно целое, считали всегда исландцы Мы там горды исландцы, потомки викингов, противостоим мировой финансовой элите И в принципе то, что сделали они, отказавшись от выплаты долгов Навязанных Исландией группой финансистов Да, это международный нонсенс Собственно, после этого Исландия исчезла из мировых новостных лент И для них это личное оскорбление Мы думали, что мы вместе, а он нас предал Они вышли на митинг протеста У нас никто никогда не думает, что руководство Роснефти вместе с нашим народом Что руководство Центробанка вместе с нашим народом Поэтому еще одна новость, что кто-то там какие-то деньги вывел, никого не потрясла Но тем не менее, это что означает? То, что мы терпимее относимся к коррупции? Да тут прямой коррупции-то нет Вот еще раз, коррупция никак не доказана Есть факт того, что под странные сделки деньги выводились в странные фонды Но то, что так происходило, никто никогда не сомневался Для нашей страны новости не существует Давайте сравним с Украиной, где тоже Президент Порошенко был замечен в том, что Вот тут уже напрямую фонды, управляющие его собственностью, находились в офшорах И что, это кого-то удивило на Украине? Да нет, конечно Ну, там один президент Порошенко, а здесь все-таки А там напрямую президент Порошенко И напрямую его собственность Значит ли это, что раскрытие панамских архивов Никак не повлияет на выбор избирателей Следующих в этом году Парламентских выборах На президентских выборах 2018 года Я думаю, что это может повлиять на формирование списков Да, конечно, пойманные в рамках этого дела Кандидаты в депутаты Государственной Думы Этими кандидатами могут перестать существовать Да, конечно И в этом отношении панамский архив может каким-то образом повлиять на формирование списков За которые мы будем голосовать А с точки зрения того, что это будет иметь какую-то электоральную реакцию На мой взгляд, нет Репутационных факторов в нашей политике практически не существует Репутация политиков в СМИ может быть полностью убита Могут про него рассказывать все, что угодно А при этом он будет оставаться успешным Или руководителем, или предпринимателем, или депутатом Вот это на него никак не повлияет И мы это видим везде и всюду А что на нашего избирателя может повлиять? А разоблачающие фильмы по НТВ в отношении оппозиции? Нет, я думаю, что это тоже никак не влияет Реально повлиять может ухудшение или улучшение ситуации вокруг Вот в Уральских городах Куда уж хуже? Да нет, ну как куда хуже? В Петербурге ничего подобного не происходит Знаете, я только что с севера вернулся Можно сравнить, как живет Архангельская область Ненецкий автономный округ, Мурманской области Как живет Петербург Можно сравнить, как живет Урал, как живет Сибирь Как живет Петербург и Москва Поэтому куда уж хуже В Петербурге все спокойно, никаких проблем у нас нет У нас работают магазины, у нас стабильно выплачивается зарабатывая плата У нас нормально существует система ЖКХ У нас работают больницы и школы У нас нет сокращений Вот этой всей социальной сферы Которая идет по всей стране У нас нас тренируется Индекс производства падает Реальные зарплаты сокращаются Трубы в Петербурге прорывают За ЖКХ непонятные счета приходят Подожди, трубы в Петербурге прорывались всегда И это вот новостью не... Да, но когда в морозы люди остаются без тепла несколько дней Когда термометр чуть ли не нулевой Я согласен, но это происходило всегда Это не кризис нынешнего времени Вот к нынешнему этапу прорыв трупа этой зимой никакого отношения не имеет Они правда каждый год рвутся в течение последних 40 лет Так или иначе Вот это не новость По поводу индекса промышленного производства О, давайте поговорим, хорошая тема Индекс промышленного производства считается Росстатом Росстатом он считается по своим критериям В него очень часто входят различные странные показатели Предположим, туда абсолютно не входит все наше ВПК Которое в городе является одним из системообразующих комплексов Он засекречен и поэтому ВПК считается исключительно По потреблению и производству электроэнергии Мощностей, которые там есть А не по производству оборудования Туда практически не входит судостроение Судостроение считается по производству лодок Каких-то, да, весельных А не по производству атомных подводных лодок Или фрегатов И так далее и тому подобное Поэтому падение индекса промышленного производства Это чисто статистический фактор Который, ну, можно посчитать в одну сторону Можно посчитать в другую сторону Вот к нему бы я бы относился Когда у нас огромная осторожность Вы знаете, когда у нас индекс поднимается Чиновники надувают щуки И говорят, что у нас экономика в рост пошла Это я согласен Да, ну, вот еще раз Индекс промышленного производства Это такая игра, которую можно показать И рассказать, какой он замечательный Если все хорошо Но на которую можно не обращать внимания Если все плохо Но на самом деле я бы на нее серьезного внимания не обращал Потому что, как он считается сейчас Это такая игра для себя любимых Вот, ну и опять же, да Если говорить про город Крупных закрытий производства у нас не было И пока не намечается Люди, которые уходят с производства Предположим, автомобильного кластера Они в общем находят работу Или на смежных производствах Соседних предприятий Или перераспределяются По другим направлениям У нас нету зависимости Вот какого-то одного направления Как во многих городах нашей страны К сожалению, существует Там закрытие одного производства Это гибель всего города И такое наблюдается очень много Где, в каких регионах Там, да, Свердловская область Может быть, тому Одним из наиболее ярких примеров В этом отношении Петербург гораздо более спокоен И ожидать, что здесь люди Из-за социальных проблем выйдут на улицы Мне кажется, пока рано Татьяна на СМС пишет Я переформулирую этот вопрос Почему, на Ваш взгляд, людей не волнует Куда тратятся деньги Госкомпании Куда тратятся бюджетные деньги Ну, это, мне кажется, знаете Такая историческая особенность Нашего государства То, что делает царь То, что делает Центральный комитет Коммунистической партии Никак не относится к жизни людей Мы привыкли считать, что Власть — это что-то одно Где-то там наверху Ну, вот, даже там, да Филологически Слово «государство» — это то, что государева Это не страна Стоит от общества А это государство От слова «государь» И мы привыкли считать То, что государственное — это то, что государь Это то, что там наверху Это в подсознании сидит Это впитывается с прочтением всей нашей истории К сожалению, за последние, там, 20 лет После изменения строя После отказа от коммунистической идеологии Ничего, в принципе, не изменилось То, что под президентом То, что под московским управлением Это то, что далеко и меня не волнует А моё это здесь и сейчас В моём подъезде В моей парадной Вот это меня волнует А там... Подождите, в перестройку-то Всё-таки люди Люди поднялись Люди проснулись И привели свою активность Вот там было чувство социальной несправедливости Когда там Ну, секретарь областного комитета партии Позволял себе ездить на персональной машине И вот, во какая несправедливость У него персональная машина Он на ней ездит в магазин Его дочка ездит на его персональную дачу Ай-яй-яй, какая несправедливость И вот это вызывало чувство недовольства Помните, Собчака сняли во многом За то, что он себе, мэр города Не очень честным образом Вторую квартиру присвоил И это вызвало возмущение горожан Как же так? Наш мэр, он себе не очень честным образом Вторую квартиру То, что сейчас у власти Есть там яхты Шубохранилища Дачи, дворцы Никого уже не волнует Всё Вот это небольшой всплеск Того, что мы должны бы быть с властью наравне Который был там с 90-х до... С начала 90-х до середины 90-х Он уже ушёл Все уже с этим свыклись Кого-то волнует, что у Там председателя парламента Дворец и шубохранилища Да никого не волнует Кого-то волнует, что у Ближайших, лучших бизнесменов Яхты Бизнесменов Государственных корпораций Яхты, аэродромы Свои Там Дачи, дворцы Никого не волнует Кого-то волнует, что руководители Вот этих госструктур Госкорпораций Там Имеют собственность Бизнес Оформлен на своих детей В Англии, в Швейцарии Ещё где-то Никого не волнует Откуда у них появились эти деньги? Они заработали честным путём Всем понятно, откуда это появилось Но опять же Вот никаких протестов Это не вызывает Это что значит? Что люди разочаровались в том, что Они уже сейчас Повлиять не могут? Или Причина в том, что у них Своих проблем полно? Мне кажется Тут несколько причин Во-первых Вот этот Эффект Борьбы за социальную справедливость 90-х годов Привёл К тому, что Жизнь людей Не только стала Более социально справедливой А стала ещё более Несправедливой В 90-е годы Когда Не только Имущественные проблемы Стали волновать людей Но даже их личная безопасность Можно было не только Говорить, что у кого-то Лишняя отдача Но просто Кто-то меня теперь убить Может в подворотне И борьба за эту Социальную справедливость Имеет очень Негативную память Ещё В нашем поколении Все помнят Как это было Когда мы за что-то боролись Вот второй раз бороться Многие не хотят С одной стороны С другой стороны Конечно же В 2000-х годах Был некий Социальный консенсус Власть Получает Больше Чем она Должна была бы Получать Но и уровень Жизни населения Постепенно Начинает расти И честно Рос Люди Начали выезжать За рубеж Люди Начали покупать Машины Начали покупать Квартиры Строительный бум Возможность Купить В кредит Дачу В коттеджном посёлке Купить Квартиру Для детей Поехать Летом В отпуск В жаркие страны Да Люди почувствовали Что можно жить Гораздо лучше Чем они жили Еще 5-10 лет назад Люди не ездят За границу Люди не могут Покупать квартиры Квартиры еще могут Покупать Но в меньшей степени Кредитов стало меньше Не могут покупать Квартиры Потому что Кредитная политика Страны изменилась В принципе Доходность Та же самая Но Из-за политики Центробанка Кредитов стало меньше Сейчас новость Из Москвы Потом продолжим Особое мнение По-прежнему В студиях В Москве В Петербурге Политолог Директор Института Современного Государственного Развития Дмитрий Солонников Наш смс Телеграм Плюс 7 921 970 2240 Ведется Онлайн Трансляция Через мобильное Приложение Перископ И свои вопросы Эхо Мои вопросы Эхо МСК 78 Он предусматривает Что нацгвардейцы Смогут Задерживать И граждан И проникать В жилье Я Не очень До сих пор Понимаю Смысл Этой Национальной Гвардии Ведь эти функции Уже есть У полиции Ну У полиции Да Так же Как структура Выходящая Из МВД Нацгвардия Должна Вместе С собой Утащить И те функции Которые Ей же принадлежали Ей к внутренним войскам Внутри МВД Поэтому Логично Что эти функции Ей теперь Ну условно Возвращаются Не слишком ли много Правоохранительных служб Создается На две стало меньше Но одну больше Подождите Они раньше были в МВД На самом деле Все что мы говорим Госнаркоконтроль Миграционная служба Они В начале нулевых Кажется Стали отдельными Подразделениями Да Отдельными службами А сейчас опять возвращаются В МВД Смысл этой реформы Еще раз Их возвращение в МВД Ну вполне логично Видимо это Причем это было при Путине Да Их возвращение в МВД Это скорее всего Сокращение штатов И вопрос С руководителями Данных структурах Нужно куда-то девать Их нужно куда-то менять Если Иванов будет уходить С руководства Госнаркоконтроля То Ставить на его место Адекватную сильную фигуру Достаточно тяжело Значит нужно там Понизить статус Данного ведомства Для того чтобы Не нужно было искать Настолько мощную фигуру Для ее руководства С Рамадановским Не знаю какие отношения Но возможно то же самое В этом отношении Возвращение вот этих двух структур Внутрь МВД Это с одной стороны Без сомнения Сокращение штатов И Оптимизация расходов Так скажем А то что Нацгвардия создается Ну еще раз Это третья попытка Создать данное силовое ведомство Наконец-то решили Как это делать структурно Вот сейчас это делается За счет Такие полномочия Есть у других служб Ну есть у других Ну прямо таких-то нет Да есть только МВД ФСБ Вот теперь будет Настгвардия Но Настгвардия Еще раз Хорошее название При сохранении тех же функций То есть на мой взгляд Ничего принципиально Меняться не будет Для нашей страны Просто теперь будет полиция Отдельно Национальная гвардия Отдельно Но при этом На митинги Можно привлечь Вот эти силы Нацгвардию Можно задержать Еще раз До этого туда ходили Внутренние войска И МВД на митинг Теперь на митинг Будут ходить Те же самые люди Абсолютно те же самые Автобусы Будут приезжать С теми же самыми ребятами Просто на них будет написано Не МВД и ОМОН На них будет написано Национальная гвардия Но принципиально Ничего не изменится Ну то же самое У нас было отделение милиции Теперь написано Там Да красным было написано Отделение милиции Теперь синем написано Отделение полиции. Что-то изменилось, ничего не изменилось. Ну и тут то же самое. Референдум сегодня проходит в Нидерландах по вопросу евроинтеграции, по украинскому вопросу. На ваш взгляд, итог этого референдума, насколько он может повлиять на решение Евросоюза об интеграции с Украиной? Точнее, Украина, интеграция с Евросоюзом. Если референдум состоится, что не гарантированно, то большая доля вероятности, что процесс интеграции будет приостановлен. Последнее время большая информационная волна, направленная на агитацию за или против данного референдума, ну а прежде всего, конечно же, против решения на референдуме о недопущении вхождения Украины в ЕС, которую развернули украинские политики, и которая была частично профинансирована Соросом. Она, конечно, придала интерес данному вопросу. Я думаю, что еще несколько месяцев назад референдум, конечно, бы не состоялся. Пришло бы на него менее 30%, и мало кого бы это волновало. Сейчас интерес поднят, и есть шанс, что он таки состоится. Для Нидерландов он имеет еще вторую составляющую. Сейчас референдум о выходе Нидерландов из ЕС невозможен. Но для партий, борющихся за данный процесс, очень важно продемонстрировать несогласие граждан Нидерландов с политикой ЕС, и создать как можно больше трудностей пребыванию Нидерландов в ЕС. И в этом отношении для них совершенно не важно, Украина, не Украина, знать они не хотят, где она находится. Но им важно показать, что мы против Брюсселя, и быть такой костью в горле у брюссельских политиков. Вот тогда нас из ЕС самих выкинут. И в этом отношении они будут агитировать, они агитируют, и они будут голосовать, и голосуют за то, чтобы Нидерланды выступили против вхождения Украины в ЕС. В этом отношении и референдум может состояться, и показать данный результат. Но после того, как голландцы проголосуют, и предположим проголосуют за то, чтобы Украина не входила в ЕС, против вхождения Украины в ЕС, у правительства будет возможность на это как-то отреагировать. Они будут, правительство будет писать соответствующий документ в парламент, рекомендуя те или иные действия. Или ссылаясь на референдум отказаться от ратификации данного соглашения, или, несмотря на референдум, ратифицировать данное соглашение. Обязательного учета мнения референдума нет, но бумага со ссылкой на результаты референдума все равно должна появиться. Для слугу будет достаточно сложно писать в парламент документ, рекомендуя не ссылаться на результаты референдума. Поэтому, скорее всего, ссылка на него будет. Скорее всего, если Голландия проголосует против вхождения Украины в ЕС, данный документ будет серьезно рассмотрен парламентом, и это создаст определенные сложности внутри политики Европейского Союза. А почему так голландцы не хотят Украину видеть в Евросоюзе? Ну, я уже сказал, во-первых, половине голландцев абсолютно все равно по поводу Украины. А те, кто не хочет видеть Украину в Евросоюзе? Ну, те, кто серьезно разбирается в данном вопросе, кто действительно имеет в виду отношения ЕС и Украины, а не отношения Нидерландов и ЕС, вот те, кто действительно озабочен вопросом Украины. Для них Украина – это нестабильный регион, регион, где идет война, регион, где потенциально несколько миллионов беженцев, которые могут приехать в Европейский Союз. Украина – это страна с очень неустойчивой экономикой. И, в общем-то, не самые блестящие дела в экономике Европейского Союза, которая весь прошлый год и начало этого показывала, огромный спад на фондовом рынке. Ну, последние два месяца, полтора месяца ситуация чуть улучшилась, но, в общем-то, в январе там спад был очень большой. И все понимают, неустойчивость есть и в Европе. Вот еще к себе пристегивать такой фактор, как украинская экономика, очень многим не нужно. Что касается Украины, украинская военнослужащая Надежда Савченко, осужденная в России, объявила об очередной сухой голодовке. Накануне закончился срок, который ей позволял обжаловать приговор. Надежда Савченко и ее адвокаты это не сделали. Говорилось о том, что Надежду Савченко могут обменять. Предложение делал президент Порошенко. Говорилось о том, что со стороны России, о том, что Савченко могут обменять на наших россиян, которые в Америке осуждены, на летчика Ярошенко и Виктора Бута, торговцы оружием. На Ваш взгляд, судьба Савченко, насколько долгой может быть в таком подвешенном состоянии? 22 года. То есть Россия не намерена ничего делать с этим вопросом? Нет, Россия может обменять Савченко на Бута и Ярошенко. Но это не хотят судьбой. Я не очень понимаю. Смотрите, все-таки Ярошенко и Бут, они сидят в американской тюрьме. Савченко это украинское военнослужащее. Каким образом может происходить отмен? Ну, мы же не рассматриваем проблему Савченко как часть минских соглашений. И правильно не рассматриваем. Вопрос идет в минских соглашениях об обмене пленными между непризнанными республиками и Украиной. Савченко не является участником данного процесса. Савченко в нашей стране обвиняется в пособничестве, в убийстве граждан Российской Федерации. И ее осудили за это. А не за то, что она воевала против Донецкой или Луганской непризнанных республик. В этом отношении она получила срок здесь у нас. Наших граждан в США обвиняют в менее тяжких преступлениях. Кто-то перевозил на самолете что-то, кто-то торговал оружием. Ну, торговал оружием. Преступления гораздо менее тяжкие. Выдавать нам наших граждан Америка не спешит. Мы в этом отношении совершенно не готовы отдавать осужденных у нас, по нашим законам преступников, кому-то еще. А в принципе подобные обмены осуществлялись много раз. Ничего особенного этого не было. Помните, да, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Ничего нового в принципе в этом нет. В таком предложении. Но как формально это можно сделать? Вот каким образом Савченко может вернуться на Украину? Я не очень понимаю. На Украину? Вот напрямую сейчас никак. Опять же через Соединенные Штаты. Может, договорились, там, не знаю, Госдепартамент и Министерство иностранных дел о таком обмене. Посадили ее на самолет до Визри, до Вашингтона. Там, над Атлантиком встретились два самолета. Обратно летел к нам, где сидят, будто Ярошенко. Ну и хорошо, и все. Хорошо. Давайте еще поговорим о международных отношениях. На Горной Карабах обострилась ситуация с прошлых выходных. Накануне заявили о перемирии уже на этой территории. На Ваш взгляд, этот тлеющий конфликт, да, будет ли Россия участвовать в миротворческом процессе? Ну, Россия активнейшим образом учается в миротворческом процессе. Там, все эти дни были телефонные переговоры между Шойгу и министрами обороны, между Лавровым и министрами иностранных дел. Вчера премьер полетел в... Россия может способствовать урегулированию этого конфликта, чтобы он из вот этой фазы конфликта перешел в... Нет, смотрите, сейчас задача, чтобы война большая не получилась. И Россия-то заинтересована в том, чтобы нас, как минимум, не втянули в войну с Азербайджаном и Турцией. Армения членов ДКБ, и, в принципе, Россия должна бы воевать на ее стороне. Но вот Россия категорически не хочет этого делать. Проблема в том, что Азербайджан-то был в ситуации, когда на высокой нефти, на большой стоимости, он наращивал, наращивал свои вооруженные силы. И ему эти вооруженные силы нужно куда-то было применить. Иначе сейчас нефть низкая, и еще пять лет, и все. Той мощи, которую он накопил, у него уже не будет, он ее растратит. Поэтому он эту мощь бросил в атаку. Он отбил часть территории, которая была захвачена. Теперь вопрос был к Армении. Она согласится с тем, что Армения потеряла ту часть территории, там, Нагорная Карабахская республика потеряла ту часть территории, которую сейчас захватил Азербайджан. И будет новое перемирие на новой линии демаркации. Или они пойдут отбивать все обратно, и тогда большая война. Вроде бы согласились, что мы остановились. Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. И его особое мнение. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Спасибо. До свидания. Особое мнение.